Заплатил за ОДН? Заплати еще! И в управляющую компанию, и в Читай-Энерго. Причем, как рассказали нам жильцы дома Полозо-24В, счета, предъявляемые энергетиками и без того немаленькие, от 5 до 18 тысяч рублей, постоянно растут. Как минимум на тысячу в месяц. Хотя мы осуществляем оплату управляющей компанией Кинон, своевременную оплату за общедомовые нужды. То есть, когда я по прибытию в данную компанию, когда я приехал, попытался выяснить, почему такое происходит, почему происходит двойная оплата общедомовых нужд. На что мне директор управляющей компании сказала, что у них нет соглашения с Читай-Энерго. Пошли в Читай-Энерго. Там говорят то же самое. Нет договора с Киноном. А еще объясняют, почему счета такие большие. Набираю Читай-Энергосбыт номер телефона. Мне там отвечают, знаете, такой ухмылкой. Ваши половины соседей не платят, и мы раскидали на вас всех. Ведь по сути ОДН – это вся энергия, использованная домом за минусом той, которую оплатили жильцы. Следовательно, если кто-то не платит или ворует энергию, это, получается, тоже входит в общедомовые нужды. Как нам рассказали в управляющей компании, они работать на таких условиях с Читай-Энерго отказываются. Энергосбыт пытается взыскать такие суммы с управляющих компаний, которых у нас просто нет. То есть, если бы нам выставляли ОДН по нормативу, конечно, мы бы оплачивали. То есть, все, что мы получили от жильцов, мы бы все перечисляли в Энергосбыт. Читай-Энерго, в свою очередь, предложили исчислять ОДН по общедомовым счетчикам, что сейчас и происходит. Из-за этого порядочные жильцы доплачивают за не очень порядочных соседей. При этом, по закону, говорят жилищные инспекции, Читай-Энерго не может взимать с этих домов плату за ОДН. Эти дома всегда были и по сей день находятся на управлении управляющей компанией, то есть, имеют способ управления управляющей организацией. При таком способе управления законодатель четко трактует, что общедомовые нужды, начисления на общедомовые нужды не должны превышать установленный норматив. Если управдом и Читай-Энерго не могут заключить договор, говорит Александр Иткин, это проблемы не жильцов. В конце концов, условия договора можно урегулировать через суд. В противном случае в суд обратится уже жилищная инспекция. Главное, чтобы к ним обратились жильцы. Никита Гребенников, Николай Шумков, ЗАП-ТВ